Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Между наукой и жизнью существует теснейшая, неразрывная, ни для одной из них немало неунизительная связь. Чем более наука служит жизни, тем более жизнь обогащает науку. 31 января белорусское научное сообщество чествует госпожу науку. Не говорите наркотикам «нет», просто перестаньте с ними разговаривать. Число потребителей наркотических средств, состоящих на учете в Брестском областном наркологическом диспансере, в 2015 составило 1689 человек. Жить без сомнительных удовольствий призывают представители всех ведомств. Седьмой секрет истинного здоровья или все о силе правильной осанки, так необходимой для здоровья, дух согнутой осанкой не исправишь. В культуре основанием служит вершина. Брестской школе изобразительных искусств присвоено имя Александра Лонцева, художника, педагога, основателя и первого директора учебного заведения. Об этих и других событиях прямо сейчас. Современная наука не стоит на месте. С каждым днем она более доступна для разума не только ученого, но и простого обывателя. Совершенствуется то, что окружает человека и помогает сделать его жизнь проще и комфортнее. Разработкой новейших технологий занимаются как в производстве на практике, так и в теории и разработках в лабораториях и университетах. В городе над Богом эта миссия возложена на плечи научных сотрудников Брестского государственного технического университета. Накануне в учебном заведении в преддверии Большого праздника ученых Дня Белорусской науки подвели итоги последних изобретательских лет, а также определили направление развития на ближайшую пятилетку. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. О технических науках в этом вузе знают все, ну или почти все. Брестский государственный технический университет уже много лет является так называемым поставщиком новых разработок на предприятии не только региона, но и республики. Развитие внутренней структуры учреждения идет с учетом меняющихся потребностей страны и региона, причем как в технологиях, так и в специалистах. А потому своей главной задачей педагоги университета видят воспитание технической интеллигенции, от квалификации, гражданской ответственности, культуры и целеустремленности которой зависит будущее. Эти молодые люди уже совсем скоро будут определять перспективы и направления технического развития целых отраслей народного хозяйства нашей страны. И в этом ключе идет постоянное развитие. 2014 и 2015 годы стали особенно успешными для научного сообщества вуза. Методические разработки ни одного исследовательского коллектива нашли свое практическое применение и сегодня активно реализуются на производствах, помогая экономе средств и продвигая бренд качественной отечественной продукции. Трудно выделить какие-то самые важные научные итоги. Я хочу сказать, что мы достаточно активно развивались в области IT-технологий, строительном направлении и по ряду других направлений. Мы выполняем достаточно много хаздоговорных работ, где задействованы наши ученые. Поэтому 2015 год в общем-то в целом можно считать достаточно успешным. Университет в научном плане знают в республике, достаточно серьезные позиции мы занимаем. Об этом и не только шел предметный разговор во время торжественного совещания, посвященного Дню Белорусской науки. Действительно, за время существования Брестского государственного технического университета из его стен вышло немало специалистов, многие из которых продолжают сегодня деятельность, начатую еще в студенческие годы. Конечно, в приоритете были и будут вопросы, связанные с архитектурой и дизайном. Уже не один год студенты и педагоги, работающие на этой непростой ниве, участвуют и, что немаловажно, побеждают в международных конкурсах по проектированию. Еще одно направление – сфера строительства. Именно благодаря экономичным и в то же время практичным научным решениям педагогов и руководства технического вуза, творческий коллектив знают далеко за пределами области. Универсальное перекрытие, разработанное в стенах Брестского политеха, сегодня можно увидеть в основе летнего амфитеатра в Витебске. Аналогичная методика реализовалась и в Бресте, на примере спортивного комплекса «Виктория». Кроме того, уже сегодня в практику внедряется еще одно изобретение. Брестским ученым удалось усовершенствовать заливку бетонных перекрытий с помощью непривычных пустотообразователей – пластмассовых шариков. Изобретение призвано не только минимизировать расходы на строительство, но и уменьшить объем и вес конструкции. Специалисты смогли доказать принцип 3Н – нет ничего невозможного. Уникальность изобретения заключается в самих пустотообразователях, произведенных на Кобринской фабрике Полесье. Их использование, во-первых, помогает сократить количество потраченного бетона в среднем на 30%, во-вторых, значительно облегчает саму конструкцию, в-третьих, делает ее более долговечной. Где-то мы сокращаем объем расхода бетона до 30%. Но, как вы понимаете, расход бетона сразу за собой влечет снижение и массы самых перекрытий. А снижение массы самой собственной массы перекрытия, оно также повлечет за собой снижение и армирования, применяемого для данных перекрытий. Ну и в конечном итоге это все может отразиться и на стоимости самого жилья. Что-то похожее, может быть, в мировой практике есть, но на постсоветском пространстве такого еще не было. Это, конечно, отличается от мировых образцов. Поэтому, если все получится удачно, как планируется, то должен быть хороший экономический эффект. Конечно же, не прекращаются работы и в сфере новейших технологий. Например, с разработками кафедры интеллектуальных информационных технологий и научно-исследовательской лаборатории «Робототехника» прищене знакомы уже несколько лет. Именно этот инициативный коллектив является непосредственным организатором и активным участником международных соревнований «Робо-рейс». Каждый год их новые технологические машины удивляют не только своим многообразием, но и функциями. Я приветствую вас на выставке недели науки Брестского государственного технического университета. Я – робо-гид. Мобильный автономный робо, созданный для удобного предоставления человеку полезной информации. Работа в этих актуальных направлениях продолжится и в 2016 году, ведь научный потенциал раскрыт еще не до конца. Продолжится развитие роботодвижения. Уже сегодня есть проект по созданию специального робота-катера, который призван облегчить труд сотрудников рыбхозов и природоохраны. И это только одна из более чем десятка научных инициатив. В добрый путь, рационализаторы и новаторы, с праздником! К другим темам. Проблема наркозависимости, к сожалению, не перестает быть актуальной. Случаи плачевных последствий злоупотребления людьми опасных веществ заставляют общественность бить тревогу. Число потребителей наркотических средств, состоящих на учете в Брестском областном наркологическом диспансере, в 2015 составило 1689 человек. И хоть эта цифра на общем фоне республики не самая высокая, тема по-прежнему открыта. А потому органы власти, специалисты здравоохранения и правоохранители продолжают вести серьезную борьбу с наркозависимостью среди населения и распространением запретных веществ. Каких результатов удалось добиться в 2015-м? Как обстоят дела с проблемой, активно обсуждаемой в последние годы с пайсозависимостью? Узнавала наш корреспондент София Бережная. Число больных наркоманий, по данным Министерства здравоохранения, в нашей стране за последние 25 лет увеличилось в 32 раза. Судимость, связанную с наркотиками, имеет 33% подучетных лиц. Неутешительная статистика не оставляет иного выбора, как бороться с серьезной проблемой. Озабоченность вызывает и тот факт, что наркомания молодеет. Ее сравнивают с шаром в боулинг-клубе. Сбитая одна кегля по инерции сбивает и все остальные. Неустойчивые. В разряд неустойчивых в конкретном случае больше всего попадают юноши и девушки в возрасте до 30 лет. Принимая во внимание этот и другие факты, работа в борьбе с наркозависимостью среди населения и распространением запрещенных веществ активно ведется брестскими правоохранителями. За 2015-е было сделано немало. Акцент на профилактику наркозависимости, выявление преступлений, а также принятие президентом декрета номер 6. Все это в совокупности поспособствовало улучшению ситуации. Результат очевиден в деле борьбы со спайсозависимостью и распространением синтетического канабиноида. Самое большое количество их проживает в городе Пинске. Больше полутыщи, где-то около 600 человек проживает в городе Пинске. Основной акцент сделали, конечно же, там, где их больше проживает. И были изменены нормы законодательства, именно декретом номер 6, повторное употребление наркотических средств. То есть мы освидетельствуем один раз, это административная преддикция, а потом второй раз уже привлечение к уголовной ответственности. Мы считаем, что все эти принятые меры, они позволят сутки нам добиться снижения преступности в этом. А на 2016 год задача одна – не ослабевать ни в коем случае напряжение в работе по линии наркоконтроля, активно заниматься профилактикой. В 2015-м хоть и наметилось сокращение числа потребителей синтетических наркотиков, однако для врачей это не стало поводом, так сказать, отпустить проблему. Жизнь без сомнительных удовольствий по-прежнему главный лозунг – призыв к молодым людям, которые пока не увязли в наркотическое трясение. В учреждениях образования на регулярной основе специалистами здравоохранения проводятся профилактические беседы с подростками. В борьбе с наркозависимостью врачи сегодня обращаются к психологическим и медицинским тестам. Велика роль различного рода акций, круглых столов, рейдов, огласки в СМИ и многих других способов обращения к острой теме. Однако, несмотря на такую широкомасштабную кампанию, все же самое главное – это отношение человека к самому себе, к своему здоровью и своей жизни. Вступая в борьбу с наркозависимостью, стоит для начала заглянуть вглубь проблемы, убежден главврач Брестского областного наркологического диспансера Александр Бильдейко. Ведь причина возникновения пагубного пристрастия, как правило, на поверхности. Вакуум, он всегда заполняется чем-то. Если человек не занят, у него нет каких-то интересов в жизни, он не отвечает за кого-то, так он не может отвечать из-за себя. Почему наркоманы продолжают наркотизироваться? Почему алкоголики продолжают пить? Да никакой проблемы нету бросить пить. Ломка, ее можно перенести, если что-то, здравоохранение поможет. Но потом, если ты остаешься один на один со своими проблемами, со своими комплексами, если ты ведешь с собой какой-то негативный диалог, ты от этого устаешь. И в результате опять становится плохо, опять что-то не хватает. И человек опять думает, ну, я попробую немножко и брошу. И этот процесс может затянуться надолго. Исход печален и необратим. В лучшем случае рядом окажутся близкие, которые вовремя предпримут попытку справиться с проблемой. Поход к врачу может исправить ситуацию кардинальным образом. Для большого числа наркозависимых спасением от пагубного пристрастия стала заместительная терапия. Больше года в Бресте работает кабинет, в котором осуществляют медицинскую помощь с применением метадона. За время оказания процедуры немало людей, злоупотребляющих наркотиками, смогли прийти к нормальному образу жизни. Сегодня метадоновую программу в Брестском областном диспансере проходят 30 человек. 17 из них трудоустроены. И это показатель эффективности данного метода. Это очень хороший способ избавления от зависимости. В начальной стадии это, конечно, больше замена препарата уличного на препарат медицинского происхождения. Но уже в последующем наркозависимый может улучшить качество своей жизни, может снизить частоту употребления наркотических веществ внутривенным путем. И тем самым он снизит распространение заболеваний. Врага нужно знать в лицо, как нужно знать, что наркотиков легкого воздействия не существует. Будь то микс, шок, баунти или спайс. Все эти названия – лицо смерти, у которой много ликов. Печальная картина, когда человек теряет себя и становится неуправляемым, психически ненормальным существом. Еще хуже то, что в таком состоянии он способен на все. На убийство и самоубийство, на воровство и другие преступные деяния. Я себя убивал нормально, кололся и пил, и кололся, и все это в перемешку делал. И вроде как и здоровый был, у меня там единицы не падали очень долго, лет, много лет. Ну, около концовки чуть не умер, мог поломаться пополам, позвоночник и все. То есть беда всегда приходит. Ну, вести нормальный образ жизни. Вовремя предпринять должные меры – единственный способ не дать зависимости победить. Проблему стоит решать на начальной стадии. Позиция равнодушия и безучастности к чужой беде – это позиция многих людей. И, быть может, общее безразличие к чьим-то проблемам и определяет тот факт, что наркоманов в нашем обществе не становится меньше. Трудно представить то благотворное изменение, которое произошло бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, табаком и опиумом. Это слова классика русской литературы Льва Толстого. Не нужно говорить наркотикам «нет», просто прекратите разговаривать с ними. Задайте самому себе три вопроса. Нужно ли это вам? Нужно ли это вашим близким? И что это даст? София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Наверное, многим из нас, родители в детстве, постоянно напоминали – не сутулься, расправь спину, сиди ровно. Тогда эти замечания казались какими-то придирками или поводом для дополнительных наказаний. Однако только с годами понимаешь, почему так важно именно в школьные годы научиться ровно ходить и сидеть. Нарушение осанки во взрослые годы выливается в серьезные проблемы со здоровьем. Неправильное положение позвоночника вызывает дополнительную нагрузку на другие органы, тем самым провоцируя страшные болезни и диагнозы. Как не допустить таких изменений, а также как прийти вовремя на помощь? Ответы на эти и многие другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Сидящий образ жизни, малоподвижность, отсутствие необходимой физической нагрузки приводят к серьезным нарушениям осанки у человека, что впоследствии может вылиться в самые разные болезни позвоночника, нервной системы и внутренних органов. Многие люди считают эту патологию не столь существенной в ряду других более серьезных и опасных заболеваний. Однако это не так. Существует прямая связь между осанкой и здоровьем. Правильная или, как ее еще называют, королевская осанка является залогом красоты и хорошего самочувствия. Формирование правильной походки и правильной постановки спины начинается еще в школьные годы. Именно в это время родители должны быть более бдительными и осторожными. Неправильно за партой сидит, потом уроки делать дома. Компьютеры сейчас повсеместные у каждого и несколько штук. То есть длительное нахождение, компьютерные игры. В это время человек не следит за собой. То есть там, допустим, если родители приходят и говорят, сядь ровно, держи осанку. Это хорошо, но это раз, два, три пришли, и дальше, в принципе, контроля нет. А если ребенок не организован, то, в принципе, все это пускается на самотек, и в дальнейшем ты выливаешься в нарушение осанки, а дальше сколиоз. Однако в погоне за красотой и здоровьем не стоит перегибать палку, уверяют психологи. Постоянные замечания и претензии со стороны родителей могут послужить хорошей почвой для развития комплексов у подростков. Я не хороший, я не устраиваю моих родителей, я не такой, как все. Восприимчивому и чуткому ребенку будет довольно сложно жить под таким давлением, что, в свою очередь, может сыграть не на руку родителям. Ребенок закроется от мамы и папы, причем не только психологически, но и физически. Об этом специалистам ярко рассказывает осанка. Оценка должна быть непрямая. Оценка желательно, чтобы формировалась на его поступке. Не ты плохой, ты сделал вот это неудачно, ты меня огорчил этим. Но не давать ему понять, что он недостоин, чтобы чувство ребенка свое мог проживать свободно и в то же время не закрывать себя вот в эту панцирь, что ли, не формировать свою кругленькую спину, пряча свои чувства. Еще одним немаловажным фактором, влияющим на формирование правильной осанки, является школьный рюкзак, который должен соответствовать не только внешним требованиям. Удобная спинка, широкие шлейки. Очень важен вес самого рюкзака. Этот критерий регламентирован Министерством здравоохранения. Согласно указу номер 69, портфель ученика третьего и четвертого классов должен весить до двух килограммов, пятого и шестого до двух с половиной, седьмого и восьмого до трех, девятого и одиннадцатого не более четырех килограммов. Требования к весу рюкзака первоклашки остались прежними – до полутора килограммов. Вес должны контролировать как родители, так и учителя. Как следствие, переоснастка начальной и средней школы специальными партами, шкафами, большим количеством дополнительного спортивного инвентаря. В Бресте в этом смысле флагманом является средняя школа номер один. В кабинетах у малышей есть все необходимое, чтобы не только не перегружаться. Они могут оставить некоторые вещи на специальных полках, но и наоборот – поддержать свою осанку. Парты здесь строго промаркированы и соответствуют росту и комплекции сидящих за ними учеников. Кроме того, на маленькие хитрости идут и сами педагоги, которые проводят специальные интересные физкульт-минутки. Учитывая возрастные особенности детей, учителя должны проводить физкульт-минутки в течение урока. Утром это способствует более быстрому пробуждению детей, естественно. И дети получают положительный позитивный заряд на последующий рабочий день. Большая работа проводится как с малышами, так и со старшеклассниками. Кроме того, не остаются в стороне и особенные ребята, для которых здесь есть специальные учебные кабинеты и игровые комнаты. Прежде всего, это режимные моменты, которые мы соблюдаем. Режимные моменты, которые мы придерживаемся в группе продленного дня. Это своевременное питание, это своевременный сон, как вы уже могли заметить. Это у нас ортопедические матрасы. Очень удобные и красивые оборудованные спальни для детей. Это своевременная прогулка детей и нахождение на свежем воздухе. Таким образом, иметь хорошую правильную осанку довольно просто. Важная составляющая этого процесса – самоконтроль, который должны привить каждому ребенку родители. Очень важно вовремя объяснить и наглядно показать маленькому человеку, почему следует поступать так, а не иначе. Тогда нам удастся сохранить красоту и здоровье на долгие годы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, который мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Итоги работы года ушедшего подвели в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. В минувшем году на Брещене было проведено более 45 тысяч экспертиз и исследований из них около 3 тысяч на базе Брестского межрайонного отдела. Немалую часть от общего количества занимают те, что проводятся специалистами на платной основе процедуры по установлению спорного родства и исследования идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. Среди целей и задач, которые стоят на 2016 год перед управлением по Брестской области, одной из лидирующих позиций занимает дальнейшее усовершенствование материально-технической базы. Итоги 2015-го, а также цели и задачи на наступивший 2016 год. Основные темы сразу двух мероприятий, состоявшихся в областной прокуратуре, заседания коллегии ведомства и пресс-конференции. Несмотря на серьезную работу по борьбе с преступностью и определенные успехи в данном направлении, на Брещене есть еще немало проблем, решение которых – задача настоящего времени. Первая именная табличка с надписью «Здесь живет ветеран» появилась в Бресте. Ее почетный обладатель – ветеран Великой Отечественной войны Михаил Данилович Пролеев, которому исполнилось 92 года. По замыслу организаторов к заветной весенней дате на каждом доме участника Великой Отечественной войны будет установлена памятная табличка. За пять месяцев эти обозначения появятся на более чем полутора тысячах домов и квартир в Брестской области. Ремонт участка дороги пересечения улиц Ленинградской, Гаврилова и Гродненской закончился. Движение открыто. Отремонтированный участок проезжей части временно засыпан к резераторам. Вопрос, связанный с благоустройством, будет решен весной. При благоприятных погодных условиях перекресток заасфальтируют. На тротуарах положат новую плитку, а также облагородят зеленые участки. Траурное мероприятие во Всемирный день памяти, посвященное жертвам нацистской жестокости, прошло в городе над Бугом. Церемония почтения жертв Холокоста традиционно проходила у мемориального знака, возведенного в память о расстрелянных во время Великой Отечественной войны евреях Брестского гетто. Холокост был, но в контексте современной истории, в которой есть место многочисленным актом терроризма, Холокост вновь проявляет себя. Через войны и вооруженные конфликты, через тысячи убитых, через плачущих матерей, жены, детей, он напоминает о себе, отсылая нас к печальным страницам истории, которые, казалось, никогда не должны были больше повториться. Вокальный проект «Новые имена Беларуси», организатором которого выступила Федерация профсоюзов, прошел в областном центре «Созидая творить» – таков слоган конкурса нынешнего года. Судя по тому, насколько увеличился интерес к проекту, насколько серьезно подошли участники к задаче, поставленной организаторами, можно не сомневаться в том, что традиция проведения мероприятия приживется, а желающих показать себя станет еще больше. Что же касается городского этапа проекта, в каждой из номинаций жюри определила тройку лучших. Именно этим счастливчикам предстоит продемонстрировать свои таланты в областном туре республиканского профсоюзного конкурса. Продолжаем выпуск. Год, когда областной центр Брещины был культурным центром всей страны, принес немало положительных эмоций и ярких впечатлений. Мероприятия, приуроченные к значимым датам и важные события, шли буквально одно за другим. В их череде особое место занимает новость о присвоении имени Александра Олонцева в школе изобразительных искусств. Выдающийся художник и прекрасный педагог. Именно он стоял у истоков образования учебного заведения. И именно он отметил бы 75-й день рождения 24 января. Но жизнь распорядилась иначе. Его не стало в 2013-м. Но память, уверены родные, будет жить вечно. Благодаря творчеству и десяткам благодарных продолжателей. С людьми, которые знали Александра Олонцева как педагога, руководителя и отца, пообщалась наш корреспондент Анастасия Стропко. Детская школа изобразительных искусств сегодня. Это около пяти сотен учеников, более 15 педагогов и свое здание. А начиналось все в 1976 году. С одной комнаты 20 ребят, которые мечтали рисовать, и Александра Олонцева, который хотел их этому научить. Прошло 40 лет, 25 из которых у руля художественной колыбели города. Над Бугом стоял Александр Александрович, и его начинание стало настоящим брендом. Сегодня получить образование здесь – дело престижное, но требующее полной самоотдачи. За процессом и результатом труда учеников и учителей можно понаблюдать в рамках многочисленных выставок, которые проводятся регулярно. У нас каждый год есть выставки учительские. Есть одна конкретная осенняя, она уже 14-я будет, традиционная, которая осенью проходит, и всегда все учителя участвуют. Ну, кроме этого, есть на 8 марта, когда такие могут, все учителя могут, группки, такие девичьи выставки, бывают еще какие-то такие групповые, персональные. В этом году 40 лет школы, вот оно совпадает, так все вместе складывается. И у нас уже работает проект юбилейный. Он начался с осени, с октября месяца, потому что в октябре мы будем праздновать 40-летие. Вот у нас с октября по октябрь. И в этот проект входят персональные выставки учителей и несколько больших школьных выставок. Юные творцы, к слову, к самоотдаче готовы. Творчески настроенные жители областного центра, воспитанники школы утверждают, что приходить сюда, пусть и на уроки, всегда в радость. С этой осени родители заметили, что я красиво рисую, и решили меня отдать в художественную школу. А сама ты хотела пойти в художественную школу? Да, очень. Я люблю рисовать. А что рисуешь чаще всего? Люблю животных рисовать, природу, начальморты. Я очень люблю рисовать. Я пришла, чтобы научиться хорошо рисовать. Кто-то привел или самостоятельно решили, что пора учиться? Сама. Сан Саныч. Так в чем-то по-свойски обращались к нему ученики. Сегодня фамилии многих, кто в свое время учился художественным премудростям у Алонсова на слуху. Есть среди воспитанников и известные художники, и прекрасные педагоги. Людмила Леонович – единственная, кто трудится в стенах родного учебного заведения, из тех, кого принято называть Алонсовскими учениками. О своем первом учителе говорит, не скрывая эмоций. Воспоминания самые лучшие, которые, возможно, и привели меня работать в эту школу. И сейчас, когда я пишу работы, я всегда вспоминаю его советы, как он нас учил. До сих пор в памяти встает его образ. И, конечно, большое, огромное спасибо ему, как человеку и педагогу. К слову, и это очень символично, у Людмилы Леонович совсем недавно открылась первая персональная выставка. Случилось это событие 26 января, через несколько дней после 75-летия со дня рождения Александра Алонцева. Наверняка уже не узнать, но, скорее всего, работами своей ученицы Сан Саныч остался бы доволен. Уверена в этом и дочь мастера кисти. Сына Сыляликовой мы встретились в зале одного из брестских бизнес-центров. Сегодня здесь функционирует выставка работ Александра Алонцева. Название она носит поэтичная мелодия земли родной. По словам Инессы Александровны, эти картины выражение отношения ее отца к родному краю. Каждое полотно словно признание в любви берестейской земле. Так получилось, что вот этот прекрасный зал позволил пригласить меня с такой камерной, можно сказать, очень теплой домашней выставкой. В объеме 19 работ, которые представлены в акварельной технике. И все они посвящены нашей брестской земле. То есть это в основном пейзажи, которые показывают красоту нашей природы, которые показывают, как папа любил нашу землю. И поэтому и название выставки такое «Мелодия земли родной». То есть земля родная наша позволила ему передать свое отношение к ней через эти произведения. Время назад, к сожалению, уже не отмотать. Но дело, которое когда-то выбрал для себя в качестве основного, Александр Алонцев живет и благодаря усилиям людей неравнодушных развивается. В наследство потомкам остались десятки его картин. Скоро имя художника появится и на фасадной табличке одного из учреждений дополнительного образования. А это значит, что человек, так много сделавший для культурного развития города над Богом, не забыт. И история его жизни и его творчества уже надежно вписана в историю областного центра Брещины. Анастасия Стропкой, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Пришел, увидел, станцевал и победил. Это знаменитое перефразированное выражение можно смело применить героям нашего следующего сюжета. Речь идет о Брестском народном ансамбле эстрадно-спортивного танца «Райс» – Центра культуры и досуга отдела идеологической работы культуры по делам молодежи Брестского горесполкома. Творческий коллектив покорил польскую сцену и одержал безоговорочную викторию на 14-м международном фестивале-конкурсе «Интершоу-2016» в Польше. Итог поездки – три первых места в номинациях «Современная хореография», «Народно-стилизованный танец» и «Современный танец». Такой успех стал закономерным итогом 15-летней плодотворной работы ансамбля и дал вдохновение на покорение новых танцевальных олимпов. О творческом коллективе и о том, что впереди, расскажет Виктория Драгобецкая. В 15 лет день за днем они оттачивают свое мастерство, полностью погружаясь в творческий процесс, ловят ритм и такт музыки, сливаются всем коллективом в одно целое, становятся одним пластичным организмом. Для того, чтобы однажды выйти на сцену и сорвать бурные овации, зажечь зал и показать, что возможно все, даже невозможное. Это о них, участниках Брестского народного ансамбля эстрадно-спортивного танца «Райс». В прошлом году коллектив отметил свой 15-летний юбилей, который ознаменовался двумя ошеломительными победами. Сначала на международном фестивале-конкурсе в городе Сочи, который стал путевкой для еще более серьезного творческого испытания, проходившего в Санкт-Петербурге. В итоге «Райс» стал лауреатом, заняв первое место в номинации «Современная хореография». Старт новым достижением в 2016-м дали победы на международном фестивале-конкурсе «Интершоу», на котором брещане произвели фурор сначала современной хореографией, затем зажигательными цыганскими постановками «Шатрица» и «Полсо». «Ну, конечно, это уже не впервой. Но, конечно, были немножко удивлены, что три первых места. Это, конечно, было нелегко. Дети очень сильно старались, мы готовились к этому. Некоторые ездили первый раз на такой конкурс. Это, как говорится, такой небольшой плюсик в жизни, который ты получаешь. Знаете, как в школе ставите оценочку, тебе ставят дневник ее. Также и в жизни плюсик, 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 плюсик. И, соответственно, что самое главное для педагога, что дети рады. Педагог к педагогам, а для детей это счастье – танцевать. Чтобы они были довольны, приходили на каждую репетицию с улыбками, веселые. И уходили, как говорится, веселые. Одна из таких веселых и по-настоящему талантливых детей – 13-летняя Елизавета Хвещук, для которой ансамбль «Райс» стал вторым домом. Юная танцовщица занимается хореографией 10 лет и уже не первый раз покоряет жюри своими выступлениями. Так случилось и в польском Новом Тарге, где Лиза взяла первое место в категории «Современный танец». Учитывая то, с каким подходом она продумывает каждое па, становится понятно, а цена далеко не легкой победы. Я нахожусь одна в зале, придумываю движение, советую своим руководителям. Он мне подсказывает, что добавить, что убрать. И из этого получается танец, миксую музыку. И из этого получается какой-то живой танец. Конечно, львиную долю успеха воспитанников ансамбля составляет преподавательский состав во главе с хореографом, мастером спорта СССР по спортивной гимнастике, основателем и бессменным руководителем коллектива «Райс» Еленой Провоторовой. Благодаря ее таланту, огромному творческому потенциалу, а также любви к танцу, который она передает своим воспитанникам, сегодня многие выпускники ансамбля стали преподавателями, достойно продолжающими работу в коллективе. Вместе каждый день они осваивают новые направления, создают новые постановки и покоряют новые танцевальные вершины. Рецепт победы – это сплоченность, желание детей танцевать, а педагогов творчески развиваться, считает Елена Провоторова. Творческий потенциал выходит извне. Поэтому планов тьма. Я ложусь с планами ансамбля и просыпаюсь. Потом останавливаю себя, что есть какие-то еще домашние дела и так далее. У меня даже бывает, вот я просыпаюсь рано утром и у меня ночью идет, какую я буду делать постановку, что надо сделать. Ну как-то, наверное, вот живем коллективом. И оно идет изнутри, то есть как бы не так, что наскоком пришел, отвел занятие, пошел. А именно вот это наша жизнь, поэтому оно само по себе идет изнутри. Сегодня в планах у творческого коллектива «Райс» покорение новых танцевальных олимпов, как в пределах страны, так и за рубежом. И для этого у участников ансамбля есть все. Профессионализм, помноженный талант, воля к победе и безумное желание танцевать. Конечно, мы дальше продолжаем развиваться, учить номера. Готовимся к дальнейшим поездкам тоже, фестивалям. И надеемся, что и в дальнейшем у нас тоже все получится. Мы запланировали поехать в Абхазию. Абхазия – это тоже там будет от системы «Салют талантов». Именно большой хореографический конкурс. То есть июнь у нас Абхазия. А вообще мечтаем попасть в Китай. Да, пройдет сейчас немножечко кризис, и все-таки думаем, что через пару лет мы туда все-таки прибудем. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг.ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте buktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании buktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дня» я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 31 января в Бресте сохранится оттепельная и ветреная погода. В городе продолжат господствовать атмосферные фронты и теплые воздушные массы антлантического происхождения. День будет отмечен переменной облачностью и кратковременными осадками, местами на дорогах гололедится. В течение дня синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер западного направления. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 2-4 градусов со знаком «плюс ночью», «пяти тепла днем». Тепло с Атлантики и атмосферные фронты окажут влияние на погоду в городе Бресте и в понедельник. Пасмурное, ветреное, порывы будут достаточно ощутимы. С дождем и мокрым снегом погода станут верными спутниками 1 февральского дня. Туман утром и гололедица на дорогах не добавят комфорта. Температура воздуха составит 0,2 в течение ночи, днем не более 4 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин